Эксперты Массачусетского исследовательского института выпустили доклад. В нем они попытались найти ответ на вопрос, действительно ли в августе 2013 года ракеты, начиненные газом «Зарином», были выпущены из районов Дамаска, подконтрольных сирийскому правительству. Мы воссоздали ту же карту, которую использовала американская разведка, когда утверждала это. Вот район Дамаска, который в августе 2013-го находился под контролем сирийского правительства. А это район, контролируемый оппозицией. Эти желтые мигающие точки обозначают места, попавшие под удар. Именно здесь, в самой западной точке этой области, в результате атак пострадало наибольшее количество мирных жителей. Эта красная линия показывает, куда могли бы упасть ракеты, если бы они были выпущены из районов Дамаска, контролируемых правительством. Максимальная дальность полета этих ракет составляет около двух километров. Самая западная точка района, попавшего под обстрел, расположена примерно в четырех километрах от восточного края территории подконтрольных правительству. А госсекретарь США Джон Керри заявил, что ракеты были выпущены из центра этой зоны, которая вообще находится примерно в девяти километрах от этой точки. Доклад не возлагает вину ни на одной из сторон и не указывает на то, что эти химические атаки совершили именно боевики. Однако он ставит под сомнение качество разведки и заставляет задуматься о том, почему власти США использовали неполные или даже ложные разведданные для своих утверждений. Если вспомнить, что сказал по этому поводу госсекретарь США Джон Керри, обвинения были вполне серьезными. Мы в высшей степени уверены. Это здравый смысл. Это доказательства. Это факты. Также в докладе делается предположение о том, что неправильные данные могли быть использованы с той же целью, что и в ситуации с Ираком. Тогда ложная информация послужила предлогом для начала военной операции. Власти США пока никак не прокомментировали доклад Массачусетского технологического института.